Я знаю, что мои подписчики ждут и моих слов, чтобы я как-то прокомментировал происшедшее, ждут ответа и на главные вопросы, что вообще произошло и какова будет дальнейшая судьба антитопора. Я попробую на эти вопросы ответить, хотя это делать очень сложно, как и всем вам, потому что рана пока еще глубока, рана еще живая, и многие из вас сами не понимают, что вообще было сегодня ночью последние сутки. Ну, во-первых, хочу начать с того, что я выражаю слова скорби всем погибшим, родственникам погибших за эти 43 дня войны. Я не знаю точных цифр, но, как я слышал, от полутора тысяч до 1700 человек, погибших с армянской стороны. Также заодно хочу поблагодарить моих коллег-журналистов, которые работали все эти дни, не покладая рук, сил, навыков, смелости своей в зоне конфликта. Вещали правду и только правду. Семен Пегов, естественно, Александр Коц, Аббас Джума. Многие те, кто там были, и некоторые до сих пор сейчас есть, вы знаете, я даже как-то им задавал такой вопрос, вот с азербайджанской стороны там все покупается и продается, а у вас как-то, вам что, деньги не нужны? Вот вы работаете, и за спасибо. И один из них, например, Аббас Джума, он сказал мне, я хочу работать за правду, а не за деньги, и чтобы моя совесть была чиста, когда я сам окажусь там, перед ним. Вот такие вот журналисты работали на нашей стране. Чего не скажешь о многих тех журналистах, которые были на стороне Азербайджана и писали проазербайджанские материалы, игнорируя вообще все то, что им запрещалось сделать. Близко к Карабаху не подходить, военных не снимать. Понятно почему, потому что там турки, потому что там сирийские боевики. Но деньги делают свое дело. К сожалению, хочу признать, что один из таких журналистов на той стороне был один мой хорошо знакомый, скажем так, бывший товарищ, который легко и быстро переметнулся на ту сторону, хотя он продолжает меня уверять, что он придерживается нейтралитета. Имени я его пока называть не буду. Я думаю, придет время, я назову имени. Также хочу тебе сказать, я знаю, что ты меня сейчас смотришь. Ты знаешь, вот мы с тобой много о чем говорили, до войны тем более, последний год, два, три. И секреты, которые ты мне рассказывал, я сдержу. Я сдержу как мужчина. И если эти секреты станут достоянием общественности, твоих заказчиков в том числе, и некоторых посольств в Москве, то я думаю, ты потеряешь, возможно, свою карьеру, или тебя понизят очень вниз в должности. Но я пока сдержусь, пока я не буду этого говорить, потому что я в отличие от тебя мужик. Ты меня понял. И называть пока я тебя не буду. Кто ты есть. Во-вторых, на фоне всего этого события, хочу сказать, что нас предали, друзья. Что же сказать? Нас предали, это очевидно. Предали те, на кого мы полагались все это время. Но нет никакой победы Азербайджана. Вы зря огорчаетесь. Я понимаю, опять же говорю, рано свежее. Каждый из вас сейчас еще не понимает, что было, и чем закончилось, и закончилось ли оно вообще. То есть что-то такое произошло, какие-то подписи между Путиным, Алиевым, Пашиняном. Потом исчезает Пашинян куда-то. Куда исчезает? Где он? Где вообще все правительство? Почему никто ничего не говорит? А там воюют. Вчера еще там воевали после этих подписей. Тут сбитый вертолет. Вертолет сбили азербайджанский ВС над территорией Армении. Российский вертолет. Двое погибших. Один тяжело раненый. Все трое граждане России. И ничего? Россия снова в ус не дует. Помните, как в этом... В небе над Сирией турки сбили. А помните, как убили турецкого... В Турции, вернее, российского посла. И вот теперь такое. И снова Россия в ус не дует. Потому что Ильхам Алиев извинился. Этот хоть извинился, Эрдоган вообще не извинялся. Он сказал, я очень сожалею, но извинения он так и не попросил. Но турецком. А этот извинился. Но сразу же, как отец всех базарщиков, базарников, арбузников, сказал, что готов выплатить компенсации. Вот так мы, россияне, продаем жизни наших людей за какие-то компенсации. Арбуз правит миром. Что тут скажешь? И хочу еще обратиться сейчас к азербайджанцам, которые ликуют. Честно говоря, я не понял, что вы ликуете. Там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, там, флаги, ура и так далее. Слушайте, вы должны вообще сейчас поникнув головы, сидеть и думать, а как же так получилось, что мы, доблестная армия, мощная армия, с мощной военной техникой, 43 дня бились с армянами Карабаха. 43 дня. И бились не одни. Кого вы там только не задействовали. Получается трое против одного. Турки, азербайджанцы, сирийские бандиты. Против маленького Арцаха. Скажите, вам не стыдно? И вы после этого флагами размахиваетесь. Это позор вашей армии. 43 дня. Ни день, ни два, даже не неделя. Даже не две недели. 43 дня, полтора месяца. И вы особо-то и Карабах-то не взяли. Дошли до Шиши. То есть, 60% территории, контролируемой Нагорно-Карабахской республикой, остается за Нагорно-Карабахской республикой. 60% Которую по предательскому договору часть вокруг будет отдана вам. Надеюсь, это не случится, но это всего лишь надежды. Так что, я не знаю, чего вы там ликуете. Ну, наверное, на пустую голову ликовать проще. Но на всякий случай запомните. Ваша мощная армия, мощная армия Турции, бородачи ваши и вот такусенький народ Нагорного Карабаха. Буквально с голыми руками. Вы знаете, у меня очень много вопросов господину Пашиняну, я думаю, как и у вас всех к нему. Очень много вопросов, которые бы просто хотелось задать. Вообще, у меня всегда было много вопросов к нему. Я постоянно пытался постучать и стучался даже в дверь, но там постоянно было занято. То пресс-секретаря нет, то он есть, но он новый, должен только разобраться еще в работе, то чуть позже, а потом коронавирус, ну и так далее, и так далее. Так и не получилось мне задать много насущных вопросов. И эти вопросы, плюс еще вопросы по Карабаху, до сих пор витают в воздухе, я думаю, и эти вопросы у вас к нему имеются. Почему за все эти годы почти 30 лет Армении так и не был признан Арцах? Почему, мать вашу, когда шла война, не было ни одного серьезного удара по Азербайджану? Одна лишь гянджа там немножко воспылала, люди поплакали, на весь мир покричали и остановились, между тем, как Степан Акер бился чуть ли не каждый день. И этих почему, почему, почему до сих пор у меня вот, я не знаю, кому их задать, чтобы вот сказать вам. Я-то понимаю, что вы от меня ждете, ну и я тоже жду от них, только где они? Ау! Где они? Их нет. Духов гнавен, наверное, я не знаю, где они. может вернуться и расскажут вообще, что происходит. Все-таки действительно рана свежа, мы еще сами не осознаем, что происходит. Единственное, что я могу сказать, есть от всего этого маленький, очень маленький, но он есть плюсик. Мы должны сейчас собраться в кулак, не устраивать там какие-то дебоши в Ереване или еще где-то, потому что на это и было рассчитано. Весь этот предательский комитет во главе с кучкой стран, не буду показывать пальцем, я думаю, вы догадываетесь, а и нашими людьми в том числе в Армении. Слушайте, у меня просто нет слов, я не знаю, вот вы просто деморализовали народ. Вы деморализовали, но не унизили, потому что наш народ, он и не сломлен, он и не должен был сломаться, он просто пока сам не понимает, что произошло, потому что к нему никто не выходит, за тех, кого еще ратовали недавно там на площадях, никто не выходит, чтобы объясниться, сказать, что произошло. В общем, хочу сказать, что, впрочем, как я и говорил, все эти семь лет, армяне доказали, что как в 90-х они воевали одни, без всяких союзников, так и сейчас они воевали одни, без них, сами, как могли, вот этой вот кучкой небольшой горсткой людей на маленьком пятачке земли, против арравы, потому что эта аррава, потомки ордынцев, она не знает, что такое бой один на один, им обязательно нужна подмога, хотя у них то и войн особо-то не было никогда, но во всяком случае, какие если и были у них войны, то только с армянами, а с армянами они воевать не умеют точно. Вы, конечно, сейчас можете говорить, вот азербайджанская страна, ну правильно, Вадим, что ты еще можешь сейчас сказать, ну и подумайте, но ведь так и есть, потому что как только у вас война с армянами, у вас постоянно какие-то там наемники, да и вы даже особо и не скрываетесь, вон, пожалуйста, и по Азербайджану, и по Москве, и по Санкт-Петербургу, у вас не один флаг, у вас еще и второй флаг, Турции, вы ими размахиваете, то есть получается, что маленький Карабах воевал против Турции, да, и Азербайджана, ну, это, это о чем говорить-то, это только вам позор, ребята, вам позор, тут и говорить-то не о чем, теперь по поводу того плюсика, о котором я хотел сказать, дело в том, что сейчас у нас начинается новая веха, Карабах не сдан, Арцах не сдан, я не знаю, захотят ли арцахцы вернуться на тот еще меньший клочок земли под эгидой российских миротворцев Мартакер, Мартуниев, Степанакер, Васкиран, где они жили в свои дома, я не знаю, я не могу за них говорить, если я скажу, что надо вернуться, иначе те займут, и уже Арцаха вообще не будет, то на меня могут обидеться, скажут, а что нам там жить-то вокруг этой орды, арабы, если я скажу, не надо возвращаться, ну тогда это снова будет предательски звучать, потому что ну раз не надо, а Алиеву это как раз таки и надо, значит своими он будет там заселять, честно говоря, я тоже не знаю, как потомки вот этих вот беженцев из Шуши, Лачина, Физули, будут возвращаться назад, и будут ли они вообще возвращаться, ведь они же привыкли к жизни в Баку, хотя я не знаю, может быть и захотят возвращаться, а вот что касается армянской стороны, то решать вам, думать вам, дорогие мои арцахцы, я знаю, что вы любите свой край, и под эгидой российских миротворцев, и вообще под эгидой мира, когда они стреляют, вы этот край только облагораживаете, поэтому думать сейчас вам, как поступать, плюсик в том, что сейчас мы должны более объединиться, мы должны сделать Армению мощной, сильной страной, а пусть вот эта вот святая троица, Армения, арцах, диаспора, все-таки объединиться, и учтет свои ошибки, которые были сделаны за все эти годы, мы все эти годы только вспоминали о геноциде, мы практически не говорили об Арцахе, будто бы это пустовое место, мало того, что республика Армения сама не признавала Арцах, так еще и мы, диаспора, нигде не ставили особо вопрос о признании Арцаха, это тоже нужно учитывать, и я, кстати, об этом говорил тоже несколько лет назад, что пора бы этот вопрос поднимать почаще даже, чем вопрос признания геноцида армян, и вот случилось то, что случилось, поэтому Арцах не потерян, Арцах с нами, Арцах будет наш, и Арцахцам, как я уже говорил, самим решать, возвращаться домой или нет, я не буду ничего подсказывать, это личное решение, я бы вернулся, что будете делать вы, это уже ваше решение, нам же, опять же говорю, нужно объединиться, и пусть мы будем людьми, которые постоянно платят кредиты, но кредиты обычно платят более большие деньги, пусть ваша зарплата, я не знаю, ваша стипендия, хоть какой-то один процент ежемесячно уходит в Армению, в какой-нибудь единый фонд, который бы возглавлял человек, которому бы все доверяли, и чтобы эти деньги шли только во благо Армении, во благо будущего Арцаха, у нас нет природных залежей, у нас нет осетрины с черной икрой, у нас нет нефти, у нас нет газа, мы не можем убивать, не можем себе позволить убивать других летчиков и отделываться помидорами, не можем мы себе такое позволить, у нас есть только совесть, у нас есть наша диаспора, которая должна сплотиться, не буянить сейчас, не тупить, обязательно сплотиться и сделать Армению мощной страной, да, понадобятся годы, но это будут годы такие, которые позволят будущему поколению жить, процветать и быть сильной страной среди вот этих вот не буду говорить кого, вы поняли, и еще последнее, чего бы я хотел сказать, это по поводу антитопора, мне были вопросы, будет ли антитопор продолжаться дальше, честно говоря, меня удивил этот вопрос, особенно вопросы, когда были ни от кого-нибудь из посторонних, там, от моих друзей, очень удивили меня эти вопросы, хочу сказать, не дождетесь, а почему антитопор не должен быть, ничего не закончилось, борьба продолжается, разве рядом с нами куда-то поисчезали эти потомки варваров, нет, они здесь, сейчас тот же Дадиванг и многие армянские культурные наследия некоторые из них будут получаться на территории Азербайджана, что будет с ними, естественно, некоторые из них превратятся в албанские, некоторые из них, возможно, и исчезнут, как исчезли многие армянские культурные наследия в Нахичеване, поэтому наша борьба продолжается, ничего абсолютно не закончилось, и антитопор будет продолжать свою работу, и диаспора будет продолжать свою работу лучше, дальше, больше, и поверьте мне на слово, Армения будет только сильнее, и сильнее будет Арцах, не нужно огорчаться, у нас все впереди, возможно, нам нужно было дать пощечину, чтобы нам было больно, и чтобы мы потом оправились от этой боли и сказали сейчас стало лучше, не огорчайтесь, дорогие мои, мы с вами и мы победим, да, граждане Азербайджана, чуть не забыл в самом конце сказать, в качестве по скрипту мы скажем, что вы там говорите, победили, поздравляю вас, теперь у вас не армянские, оккупационные войска на территории Азербайджана, а российские оккупационные войска, поздравляю вас с победой. Азербайджана,